привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить внутреннюю внутреннюю тьму вторую часть внутреннюю часть хотел сказать вторую тьму но короче говоря мы находимся в доме ларейдов надо сказать тут довольно жутковатый судя по всему здесь кто-то был еще до нашего прихода тут кругом вот эти от благовония внизу там какие-то непонятные койки какие-то лампы зажженные то есть все это очень подозрительно и непонятно судя по всему те с кем и ну не воюем но кто противостоит нас нам уже нас ждали тут давайте поднимемся на второй этаж первым осмотрели уже и кстати говоря вот сейчас я поднялся и узнал это место было в нашем первом кошмаре я думал мы ходим по призрачному отелю а мы ходим именно по этому дому я по лестнице узнал здесь у нас пропасть была вместо спуска на первый этаж помните я помню как бегал в этом холле и часто падал когда мы приезжали сюда всей семьей я ночевал в одной из этих комнат а так вон оно что думаю это она да хорошо помню эту комнату она почти не изменилась со времен моего детства уж не в этой ли комнате мы видели так подожди могу обратно выйти думаю это единственная комната в доме я могу чувствовать себя в безопасности думаю стоит за ничего здесь продолжу поиски завтра понятно да это определенно то самое место из нашего кошмара завявшие цветы и что это растение какое-то непонятно книги 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 вроде бы никаких деталей тут особо нет эти цветы которые выращивал я вернее то что от них осталось похоже что в доме не осталось ничего живого я не слышу даже звуков которые сдают обычно мыши или насекомые а что же это мать твою за ногу тогда за скрипы по дому идут кровать сомневаюсь что смогу спокойно заснуть в этом доме но у меня нет выбора чувствую нас ждет еще один кошмар да судя по звукам это так какой приятный тембр голос обалдеть мне вообще не непонятно мотивация главный герой если в первой части как-то по работе сюда заставляли то второй части ему сказал и это просто сказал лос ноуда что книгу возьми приедь и все можешь уже как бы отдыхать наш герой куда-то лезет какие-то непонятные дома ищет приключения на свою задницу в первую часть то он еще как камикадзе шел на во второй это вообще по-моему не оправданно но с другой стороны это все связано с его семьей он это понимает и поэтому возможно именно это желание разузнать как он в этом завязан движет им вперед наверное так так ну что мы в той же самой комнате но при этом и не в той же самой комнате я чувствую меня снова зовут нечто в этом колодце раз за разом призывает меня называя по имени нечто очень древнее и могучее я не могу ему противиться я должен идти 27 лет назад сочельник это что такое это местный кубик рубика как либо взаимодействовать с ней мне не дают так но я судя по тому что у меня обзор такой поменьше стал и вообще сопля мой друг жулик хорошее название для медвежонка мои рисунки жутковатые надо отметить я рисовал родители и и деда этот дед что ли такой ладно как скажешь так сразу сейчас чтобы не возвращаться потом сразу все осмотрим ну вроде все да так сохранится ой извините что это такое я похоже нажал f6 вместо f5 и загрузка пошла ну ладно сейчас тогда этот так ну ладно по новой а то я что-то протупил нечаянно нажал на эту кнопку так ну что тут а вот кстати говоря а то я без нее ушел хорошо это то что я думаю да это именно то что я думаю моя любимая моя любимая игрушка так ну вроде все да давайте выходить посмотрим это комната бабушки бабушка спит это библиотека дедушка проводит здесь большую часть времени заперто запомним первым кошмаре вот здесь у нас был провал этот было просто ничто черная черная пустота в общем на улице вроде не так темно да а так в целом ничего особо и не изменилось нас навряд ли что-то ждет что нам вообще нужно делать в этом кошмаре пока не понимаю и кошмар ли это но судя по тому что нас зовет что-то могущественное очень древние все-таки сон не из приятных тихо откуда звуки идут так ну-ка давайте шкафчики проверим а стекло уже тогда было разбито да 27 лет назад так никто и не починил ох уж эти англичане ничего похоже подожди ничего что я вообще тут делаю я просто по памяти что вот эти у нас открывались холодильник не открывается так подвал что ли идти подвал заперт как всегда понял так это выход на улицу я так понимаю заперто заперто отлично такая музыка успокаивающая это комната моего деда он всегда держит ее запертой внутри он или нет какой у нас дед скрытный ну сейчас запертые крышки колодца какого колодца это плохо я не люблю колодцы в этой игре так ну сюда что ли да похоже на улицу дома судя по всему делать нечем что же нас зовет игра несмотря на то что в начале казалось таким первоклассным хоррором все таки то же самое что и первая часть по большей части мистическое приключение который хоррора не так то и много но тем не менее очень интересно и временами пробирает ну вот собственно день пасмурно так а где у нас колодец вот по-моему в эту сторону же да ну тут я кстати говоря даже не был по-моему как интересно маленьким играть А вот и колодец Рост такой По заборчик Так, ну, вроде все спокойно Тихо Рассмотреть Отец говорил, что дед поставил эту крышку Чтобы я не смог снова попасть туда Снова Снова говоришь Ну ладно Крышки, которые мешали мне войти, больше нет Отлично Я думаю, это повод порадоваться, что ли Посмотрим, что же нас тут ждет Ну, само по себе, то, что спускаться в колодец Не самая умная идея, по-моему, очевидна Елки Шо это? Офигеть Я бы тоже крышу поехал, если бы такую увидел Не, ну просто представьте, да, это же Блин Вообще кошмар Открывается какая-то хрень Оттуда на тебя страшная морда Это чем-то нечто напоминает фильм Там тоже как-то оно, блин В какой угодно форме могло появиться Так, ну, сон, надо сказать, не самый приятный был Судя по всему, он закончился Сейчас опять, там, четыре дня прошло Где я, что я делал, как обычно, с похмелья, со страшным Не знаю, сейчас будем разбираться Мне кажется, мы в этом же доме проснемся То есть это был всего лишь кошмар Ну да Так, ну что, день третий Семейные тайны 23 февраля 2012 года Что я могу сказать Похоже, наступило утро И нам можно дальше осматривать этот дом Несмотря на то, что Даже тут были эти благовония Или кто-то поднес их, пока я спал Несмотря на то, что в доме мы Судя по заверениям Говарда Были явно не одни Он спокойно лег спать Ну да ладно Блин, этот звук меня пугает постоянно Уж там Предисловие Бывают моменты Когда даже завывание ужасных сирен Не могут ничего с тобой сделать А бывают времена, когда луна на ущербе Скрытая в облаке Способна изменить и поколебать жизнь Проходящую в пещерной тьме Иллюзии давно забытые мифы Захватывают воображение так внезапно Блин, как плохо мне видно все это Шрифт сам по себе Люди представляют себе первобытные леса Где живут тысячи неизвестных форм жизни Черные города Откуда жизнь ушла тысячелетия назад Пустыни, где самые высокие башни этих черных городов Ныне не более чем обломки Манил А, обломки камня Вообще не вижу этот шрифт И говорят только о ничтожно малой части сути Как верхушки айсбергов Они бродят по огромным склепам Полным неистребимого запаха смерти В местах о которых помнится Что некогда они были Исполнены красоты и величия И ныне говорят о том Что ни красота, ни величия Не могут длиться вечно Некоторые подмечают завораживающие Страшные детали Незаметные другим Хотя эти детали могут свести с ума того Кто понимает их значение Однако эти детали Врезаются и в память тех Кто сознательно их не видит И со временем превращаются в мифы Тоже порождающие страх Иногда прошлое, которое должно было умереть Безжалостно проявляется В приступах галлюцинации И волшебных снах В таком случае человек может обрести покой Только если он забудет все Суть в том, что время Единственный друг забвения А дружбы вечной не бывает Покой это роскошь И те, кому не досталась трава забвения Получить его могут только заснув навеки Эдвин Пикмен Пикмен Тот самый Пикмен Который сбросил со скалы В первой части Совершенно непонятно Тут только предисловие в этой книге А больше ничего нет Я думаю, сейчас почитаем Зеркало сломано К сожалению Не увидит нам отражение нашего лица Но мы уже видели, да? В начальной заставке Ох уж эти посторонние звуки Так, это комната родителей, похоже Он женский Особенно ничего тут и нет К сожалению Я-то уж думал Может там что? Кстати говоря Да вроде не видать Нет ничего Это что за звуки? О, это та самая комната из первого кошмара Вон там сидел непонятный человек Без глаз, без рта, без ничего Так, а что это нам дает? Тебя тоже толкать можно? Для чего? Библиотека, конечно, знатная Обожаю такие комнаты Читальные Когда дедушки не было Я часто сидел тут и рисовал То, как солнце лилось в окна Давало мне чувство безопасности Хорошо Горшочек Как обычно Так, ну давай Че за звуки вообще? Вроде ничего Тихо Слышите? Скрипит Ой Блин, ты че Че пугаешь меня? Так Ну Отлично По звуку определили Ключ странной формы Похожа на верхнюю часть скелета Конверт Добро пожаловать домой, Говард Читая эти страницы Ты узнаешь семейные тайны Долгий годы Сокрытый от тебя Сначала позволь мне представиться Хотя я и не сомневаюсь Что ты прекрасно меня помнишь Я Натаниэль Твой дед Я тот, кому ты обязан Фактам своего существования Тот, кто призвал тебя Из глубин времени Обратившись к всемогущему Йоксототу Поскольку только он Владеет плечом К прошлому, будущему И настоящему Я чувствую, что Времени у меня осталось Немного Скоро я буду лежать В месте последнего Своего упокоения В ожидании тебя Я призвал тебя Поскольку он Джедаи мудрый Хотел этого Он взывал ко мне В моих снах Я слышу его даже наяву И лучше всего Я слышу его в склепе Говард Он очень опасен Бойся его Бойся его гнева Не волнуйся Он не тронет тебя До тех пор Пока ты не начнешь Ему противоречить Ты не можешь Уничтожить его Или хотя бы Ему помешать Он вечен Ему нужно было Чтобы ты появился Потому что Придет время Ему потребуется Тело Такое В жилах Которого Течет ее Собственная кровь Это Ты Говард Он завладеет Твоим телом И рано или поздно Ты исчезнешь Не бойся Ты не почувствуешь Боли Если твои силы Все еще подчиняются Тебе То прежде чем Это началось Приготовь необходимое Есть некие предметы Выполняющие роль Ключа Без него Ты не доберешься До места назначения Край очернейший Из бездны Он состоит Из трех частей Первый из них Я отдал Одному человеку Моему проверенному Другу Он придет в этот дом И встретится с тобой Чтобы передать тебе Этот фрагмент Две остальные Останутся со мной Так надежнее Когда ты соберешь Все части ключа Ищи ритуальный кинжал Он долгие годы Принадлежал нашей семье Лорейды Защищали его И хранили Спрятав Этим стоит гордиться Думаю Если ты Ой Его ты найдешь Легко Только собрав Все это Ты сможешь Пойти к каналу Ты вспомнишь Где находится вход Ведь я столько раз Его тебе показывал Чтобы добраться туда Используй Телепортирующий Механизм Офигеть Внизу ты увидишь Множество невероятных вещей Обычно скрытых От наших глаз Некоторые из них Могут сильно напугать тебя Я до сих пор Не могу забыть Стражников Людей с нечеловеческими головами Я не видел их живыми Но полагаю Ты их увидишь Так что будь к этому готов Отлично О том что будет дальше Не беспокойся Я уверен Когда ты доберешься туда Ты будешь уже полностью подчинен Поскольку там внизу Магия древних очень сильна Ты должен гордиться Говард Твоим телом Воспользуется джедая мудрый Чтобы достичь цели Ради которой твой род Боролся и умирал Целые века Подожди секунду Я не хочу отдавать Своё тело Джедая понимаешь Хоть джедая Хоть ситха Мне без разницы Офигеть Тедули в крае фонарё Я смотрю да Похоже на часть карты С координатами Увы она серьёзно повреждена Ох сколько тут записок Ну чё приступим Начиная с того дня Когда я против своей воли Посетил гнусную церемонию Обрекшую мою душу На вечное проклятие Я чувствую себя так Словно во мне Совсем не осталось сил Одной только чудовищной атмосферы Хватило бы Чтобы сокрушить мою душу Но увидеть его Это было мне не по силам Хотя я и скрывался Хотя он и скрывался Под личиной человека Они называли его Ньяр Лот Спом Он вышел из большого Блестящего чисто огранённого Кристалла В обмен на человеческие Жертвоприношения Эти вопли Словно отворилось Окно в самат Я слышал А И я услышал Как корчатся под пыткой Скорбящие души Я зажал уши Дрожащими руками Я старался закрыть их Так плотно Чтобы ни один звук Не достал Не долетал до меня На какое-то время Наступила полная тишина Издевательски Краткий момент облегчения Затем я услышал Странную Зловещую музыку Играли флейты Под смутный рок От невидимых барабанов Хотя я по-прежнему Крепко зажимал Уши От этой музыки Меня пробил холодный пот И вот тогда Вдруг вышел он Как землетрясение Как буря Одного взгляда На его торжествующее лицо Было достаточно Чтобы в душе моей Остались незаживающие раны Да, он был под личиной человека Но по его выражению Было видно Какая ложь таится Под этой шутовской маской Нет, я бесконечно благодарен Этой маске Не знаю, что случилось бы со мной Явись он в любой Другой из доступных ему форм Да, с этими древними Лучше не шутить С тех пор, как появился Этот ребенок Я сам не свой Да, я очень сильно боюсь его Но мне пришлось взять его Поскольку Так приказал джедаи Я даю ему точно то Что велел его попечитель Но эффекта все еще нет Вчера в тяжелом судорожном Припадке он убил Одну из горничных Девушку по имени Элис Это было так ужасно Я думаю, мне придется Запереть его в таком месте Откуда он не сможет выбраться Он слишком дикий Неуправляемый Злой И при этом этот человек Только наполовину По сути, он один Из них Потомок древней расы Все равно придется Запереть его Когда Ингрид вернется Из больницы Она не должна его видеть Сдается мне Речь идет о Говарде Как раз таки Не совсем понятно, конечно Но Есть такие подозрения Что этим ребенком был Говард Страница из Альманаха А, ну и все, да? Древний человеческий череп Челюсть привязана к черепу веревкой Мне может понадобиться Этот челюстник Не есть чем ее перепилить Вообще Вроде бы Вроде бы нет Я пока не уверен Вообще, что мне это нужно Давайте осмотрим дальше комнату Так, ну судя по всему Тут больше ничего нет Больше ничего и не скрипит Лампа очередная Куча книг Книги выглядят совсем старыми Я вижу странное название Вроде Шаманизм перед Великим потопом Правила заезетской фонетики Из океана Пангеи Книга Халибин Фазры Вампирические культы Доля как часть ритуала Еще много других с названиями Которые я даже произнести не могу Да уж Так, ну что и есть У нас что-то еще нет Я не знаю, чем мне можно перерезать Если что, вот это допустим Так, ну-ка, давайте Может мне сфотографировать эту карту Да нет Широта, долгота написано Но без пометок Пока что непонятно, что это такое Так, у Валда Пока непонятно, для чего она Может тебя ключом как-нибудь порвать Ну, вряд ли, конечно Так, ну хорошо Давайте уходите отсюда тогда пока Вроде как Больше нам тут делать нечего Есть только с черепом и забраться Как мы завсегда успеем Вон там еще дверка есть Ее проверим уж Так, туалет Ненавижу Только не манекены Что за звуки В этой комнате все перевернуто Вверх дном Что тут было? Кольцо, на котором выгравировано Понятно Так, ну хорошо Или здесь семья жила То есть наши родители Физический мир никогда не должен Не удовлетворить искание ума Ну что, почитаем? Не хочешь? Блин, у меня сегодня язык закрытается Я тоже не хочу Ну давайте пойдем к манекенам Что нам остается? Подожди Тут же что-то лежало Только что А, вот Заколка Почему она нам? Ненавижу Ну вроде они бесполезны, да? Может потрышки унитаза там что-нибудь? Нет? Для чего нам может понадобиться Заколка Ну ладно Сейчас я думаю Мы пойдем В колодцу сходим Которую смотрели во сне Но вообще Но пока что Эту серию заканчиваю Мы следующую уже Собственно продолжим Посмотреть Что в этом доме Да как Игрушка по-моему Очень крутая Надеюсь вам понравилось Увидимся в следующей серии С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...